Приветствую всех знаков Зодиака на своем канале. В данном видео я представляю вам Тараскоп на неделю с 26 августа по 2 сентября. Выкладываю, конечно, его с задержкой по времени, но, честно, очень загружена консультациями, поэтому время вкрою его как могу. Во всяком случае, стараюсь выполнить ваши просьбы. По традиции, смотрите, как будем работать. Выкладываем для каждого знака Зодиака позитив недели, негатив недели и совет от карт. Начинаем, конечно же, с Овна. Итак, Овны, чем для вас ознаменуется данная неделя? Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Выпало две карты, ну что ж, значит, будем читать их в совокупности. Итак, на позитив недели. Ну, смотрите, двойка кубков, карта союза, карта отношений, карта примирения, если вы в ссоре. Если эту карту также можно трактовать как с позицией и рабочих взаимоотношений, выгодное делового партнерства, либо вы получите какую-то поддержку. Если в плане родственников, то тоже ситуация примирения, если у вас были напряженные отношения, либо же здесь поддержка, помощь, протекция со стороны друзей и так далее. То есть, здесь все будут на вашей стороне. Но так как все-таки у нас кубки отвечают больше за эмоциональный фон, то, безусловно, для многих это будет касаться личной жизни. В плане негатива недели у вас здесь падает паж мечей. Паж мечей здесь указывает на ситуацию. Как говорится, пролейте свет на происходящее, прощупайте почву, чего бы это ни касалось, здоровья, работы, финансов, личных отношений, чтобы, знаете, как оперировать абсолютно все информации, а потом уже делать выводы. Но исходя из выводов, совершать поступки. Потому что, чтобы вы здесь не наломали дров. Паж мечей – это сбор информации, это сопоставление фактов, какой-то, знаете, вот аналитика во всех ваших действиях и в происходящих ситуациях. Ну, давайте смотреть советы. Советы. Что же у вас тут падает на совет? На совет у нас падает перевернутая тройка мечей и перевернутая жрица. А вот вам и совет. Не спешите. Тайность станет явным. И вот может какая-то быть информация, которая, да, по какой-то степени вас разочарует либо разобьет вам сердце, но она позволит объективно посмотреть на вещи и сделать правильные выводы. Поэтому здесь не переживайте. Но давайте все-таки я посмотрю, будет ли для вас позитивным моментом вот это пролить свет, узнать какую-то тайну, либо какую-то истину. Да. Потому что здесь, вот видите, по шестерке Пентакли, происходящее будет вам во благо. Вы смотрите, сможете решить ряд своих проблем. И даже человек, который вам насолил, все равно вы поступите по-человечески. Знаете, как будете выше ситуации. У вас, скажем так, поступите сознательно своего достоинства. По шестерке Пентакли, это получить выгоду от происходящего. Так что все для вас пройдет очень даже успешно. Хорошо. Как у нас тут с товарищами Тельцами? Давайте смотреть, что же здесь у вас. На позитив недели, на негатив недели и совет от карт. На позитив недели. Ой, ну денежки, стабильность, рост доходов, попытки удержать свое, накопить. Плюшкины вы мои. Тельцам это свойственно, да? Накопить и приумножить. Ну пусть будет так. Деньги-то тоже неплохо. А с позиции негатива, что у вас здесь? Так, а здесь у нас падает рыцарь мечей. По рыцарь мечей здесь либо влияние человека из прошлого. Давайте я дотяну, что же здесь у вас конкретно. Либо рыцарь мечей это может быть какая-то агрессия с вашей стороны, когда вы будете отсекать. Не нужны связи, не нужны общения. Либо в принципе можете быть риски в общении. У вас есть такое, знаете, бывают такие вещи, как красная тряпка для быка, когда кровь закипает, эмоции берут свое. Ну да, видите, туз мечей перевернуты. Вот ситуация, что-то вы будете риски в своих высказываниях, либо в своих поступках. Это негативно, но тем не менее, неизбежно. Ну вот вы такой человек, который рубит из горяча. Так, ну и в качестве совета, о, в качестве совета вот перевернута десятка кубков. Смотрите, здесь могут быть какие-то перипетии в семье, а именно из-за ваших высказываний. То есть не будете держать под контролем свои слова, свои поступки, негативно скажется в плане взаимоотношений в семье. Что я могу вам сказать, лице, у меня уже сегодня это отыгралось. Поэтому я могу сказать точно, что у меня, да, у меня действительно имело мне осторожность сказать лишнего. Ну как бы все наладилось, но сам факт. Поэтому следите за своими словами. Так, хорошо, поехали дальше. Что же у нас здесь? Близнецы. Позитив недели. Негатив недели. И совет от карт. На позитив недели. Так, перевернутый король мечей. По этой карте, ты знаете, как либо связанная ситуация с мужчиной воздушной стихией. Это водолей, близнецы или весы. Собственно, там можете вы. Знаете, поскольку карта перевернута, это то, что вы будете действовать с позиции своего эгоизма. Но, как говорит карта, для вас там будет благоприятно. Возможно, пришло время проиграть некоторые вещи, некоторые ситуации, исходя из своих интересов. На негатив недели. Десяточка пентаклей. Так, здесь могут быть траты, связанные с покупкой чего-то крупного для семьи. Я не могу назвать это негативом, просто скажем, ну это как неизбежность. Крупная покупка, неважно, там путешествия, вложение в недвижимость, аренда, либо какие-то траты. Но для вас, они, знаете, когда ударили по карману, такие, эх, бы и деньги не стало денег. Но, все равно, это делается в облаках. Ну, из позиции совета для вас у нас спадает королева кубков. Все, что происходит, для вас, это будет благоприятно. Королева кубков. Это карта приятного времяпрепровождения. Это карта хорошей интуиции. Это карта даже вот медиумов, психологов. Карта четко говорит о том, что прислушивайтесь к себе, и вы всегда будете делать правильный вывод. И самое главное, по королеве кубков, не забывайте контролировать свои эмоции. Это будет во благо не только вам, но и вашему окружению. Сам по себе, вот этот вот период, этой недели для вас крайне благоприятный. Пусть у вас так и будет. Так, дальше. Раки. Что же здесь у раков? Итак, позитив недели, негатив недели, совет от карт. На позитив. Так, ну что-то вы как-то приуныли. Упадок сил, эмоциональное либо физическое истощение. Я могу сказать это позитивом, а перевернутая сила здесь, знаете, как может актоваться. Желание отдохнуть либо привести себя в чувство, собраться силами. Это то, на чем вы будете работать. То, что является именно позитивом. Так, в плане негатива перевернутая четверка мечей. Ну вот видите, почему, как я говорю здесь, вот сильно поактивничали, рванулись в бой. Вот и пошел как бы ослабление вашего организма либо вашего иммунитета. То есть не будьте трудоголиком, не нагружайте лишний раз себя. В первую очередь думайте о себе, потому что, ну, ваше здоровье здесь должно быть на первом месте. И в плане совета, вот у нас здесь падает рыцарь жезлов. Какой-то у вас тут огненный товарищ. Если в целом, то карта говорит о том, что, да, вы беретесь с энтузиазмом за все дела, только, пожалуйста, не переусердствуйте. Я вам сейчас все-таки дотяну даже карту на аркан совет. Что у вас здесь кому-то верно? Ну вот, раки. Ну, особенно барышней касается, королева кубков. Ну, это так, во-первых, здесь, если касаемо речи взаимоотношений, ситуация зависит только от вас, пойдет развитие отношений или нет. Но, а что касается работы, ну, то есть, ваша эмоциональность мешает в развитии ваших дел, ваших начинаний. Потому что, если вы погрузились, то погрузились полностью и вкалываете, и пашете, и так далее. В принципе, это касается как мужчин, так и женщин. То есть, не перегибайте палку, все должно быть в меру. Так, поехали дальше. Что у нас с вами здесь? Девято. Давайте смотреть, как же у вас будут обстоять дела. Так, позитив недели, негатив недели и совет от карт. На позитив недели восьмерка жезлов. Быстрая ситуация, быстрое развитие событий. Это карта переездов, перелетов, перемещений, благоприятных, либо благоприятного, быстрого развития событий в какой-либо волнущей вас ситуации. Также так, это переписок, интернет, знакомств, в целом, как бы, знаете, все, что связано с общением на расстоянии, либо то, что связано с логистикой. Что у вас падает на негатив недели? Перевернутый жрец. Это, знаете, как ваше такое вот упорное следование каким-то догмам либо своим стереотипам. Почему? Потому что сам по себе жрец это следование с традицией. Он у вас перевернутый. Это, знаете, уже фанатизм в чем-либо. То есть не перегибайте палку. Не навязывайте, например, своим близким, либо своим коллегам, своему окружению те принципы и те качества, которые вы считаете нужным. Я понимаю, что в какой-то степени они правы, но ложь тут чересчур вы здесь усердствуйте. Так, ну и с позиции совета перевернутая пятерка мечей. Вот если вы будете перегибать, это вам маупнется как неприязнь, например, в коллективе либо в семье и так далее. Поэтому, как говорит карта, сглаживайте острые углы, не лезьте на конфликты и в целом постарайтесь провести этот период крайне, знаете, спокойно. Если есть возможность, уезжайте в отпуск. Для вас это будет самый благоприятный и благотворный период и самое правильное решение. Так, давайте смотреть дальше. Так, наши девы, что же у вас? Позитив недели, негатив недели и совет от карт. На позитив недели. Так, ну девы, что-то как-то вы тут рубите с плеча. Возможно, это для вас продуктивно, отсечь ненужное, но тем не менее, поставьте здесь из-за и против. Перевернутый туз мечей, это, конечно, внесение ясности в ситуацию, но это может быть, знаете, вот чересчур такое, знаете, углубиться в аналитику, не дать чувство эмоций, загасить свои эмоции по максимуму. Что же с позицией негатива? Так, вот здесь вот падает карта смерти. Смерть здесь указывает на отмирание, трансформацию в какой-то ситуации. Давайте все-таки проясним, чего же здесь касается. Так, еще товарищ, если у кого-то здесь есть суицидальные мысли, отбросьте это в сторону, даже не думайте. Проблемы ваши это все равно не решить, только усугубить ситуацию. Ну да, что отмирает? Вот, что вы будете отсекать на позитив. Да, ситуацию разбитого сердца, ситуацию любовного треугольника, когда уж, простите, вас просто пользовались здесь. Вот, вот, скрылись все, и тут уже нет времени ждать, отсекать нужно. Да, это болезненно, это негативно, но, тем не менее, это неизбежно. Единственное, как я говорю, думайте о себе, не наделайте глупости. Из позиции совета, перевернутый король жезлов, то, что, да, произошло разочарование в мужчине, в его непостоянстве, допустим, что отношения здесь шли по страсти. В большей степени это будет касаться тех, кто сейчас состоит в каких-то болезненных взаимоотношениях. Если смотреть в целом, то это может касаться и быть ситуация и работа. Например, отмирание работы, потому что, ну, уйти с работы, уволиться, искать новое место. А так как вы здесь, например, видите к себе потребительское отношение и нет перспектив личностного и карьерного роста. Так что, ну, для тех такая, неделя тяжеловатая, но, тем не менее, вы поймите, все, что не происходит, все происходит во благо. Во благо, в первую очередь, вам. Так, давайте смотреть, что же у нас здесь у весов. Итак, весы. Позитив, недели, негатив недели и совет. На позитив. Ой, а что-то вы так вот раздепрессировались, чего вы боитесь. Давайте, ну, на позитив. Здесь может идти проработка внутренних страхов, внутренних комплексов, каких-то серьезных переживаний. Да, видите, они подходят к концу. Кстати, весы, дорогие мои, у вас здесь может это проиграться, знаете, как у кого-то страх переезда, смена места жительства, у кого-то будет страх с окончанием чего-либо, там, не знаю, подходит цикл завершения на работе, цикл обучения, что делать дальше, куда податься. А у кого-то цикл, как завершение этапа, потому что мир старший, последний из старших арканов, завершающий. То есть, у кого-то завершаются отношения, а у кого-то наоборот, нужно принять решение вступить в официальный брак. И страшно, но ситуация подходит к концу, нужно делать выбор. Так, мы с позицией негатива, что здесь падает? Паш Пентакли, ситуация опыта. Все, что здесь не происходит, вам делится для опыта. Вам самое главное, как бы, отпустить ситуацию, все для вас решится благоприятно и само собой. А с позиции совета, вам, как говорит Кафта, не меньшуйтесь, не сомневайтесь, не делайте колебания, потому что двойка Пентакли, карта двойственности. И вот вы сейчас зашли в тупик, вы не можете принять какое-то решение. Что же у вас тут такое? Потому что упадок сил, вы не видите каких-то перспектив, вы не видите выхода из этой ситуации. Это, возможно, будет касаться либо ситуации выбора, не обязательно здесь любовный треугольник. Влюбленный, это вообще карта выбора, выбора чего-либо, уйти или остаться. Уехать, не уехать, перейти на новую работу или не перейти. Но все равно, поскольку у вас влюбленный в прямом положении, сделайте правильный выбор и вы останетесь довольны ситуацией. Так, далее. Кто там у нас? Скорпиоши? Скорпиончики. Ну, давайте смотреть, что у вас здесь. Так, на позитив недели, негатив недели и совет от карты. На позитив. Да что ж у вас тут у всех просто. Ну, скорпионы, как всегда, ситуация любовного треугольника либо ситуация болезненного выбора. Чего конкретно это касается? Личная жизнь или работа, это другое, другое, аспект, да, либо в целом ситуация болезненного выбора в чем-либо. Купить, не купить, переехать, не переехать, уйти, не уйти и так далее. То есть, каких-то значимых перемен. А с позиции негатива оно четверка пентаклей. Вот понимаете, вот интуитивная жизнь, что касается любовного треугольника. Вот как Плюшкин, позиция, попытка удержать свое. То есть, и здесь успеть, и там, и никого не отпустить. Если все-таки это с позиции финансов, это боязнь прогадать. Но в плане негатива четверка пентаклей, то что ваше чувство собственника, желание удержать все и везде, ситуация контроля, может с вами сыграть злую шутку. Но и в плане совета королева мечей, ой, по королеве мечей, либо это женщина, которая будет, из-за которой будет весь сербор, будет для вас значимой, либо же это знаете, как решить какой-то вопрос, либо принять выбор с таким вот холодным рассудком. Ну давайте. Пятерка кубков. Ситуация, к сожалению, но видимо надо от кого-то отказаться, видимо от этой королевы мечей. Да, потому что вы делаете выбор в пользу другой, более успешной, более значимой, со самостоятельной, состоятельной женщины. Если не касается здесь именно личных взаимоотношений, то здесь касается вопрос, например, вложения финансов, либо инвестирования, либо работы. И вот то решение, которое вы примете, оно для вас будет благоприятным, принесет плоды и результаты своего труда. Так, давайте смотреть дальше. Как там наши стрельцы? Стрельцы. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. На позитив недели стрельцы, ну какая-то ситуация, это знаете как лже-выбор, лже-отношения, либо лже-ситуации, когда вы понимаете, что вот то, что сейчас происходит, каким-то вам образом не на пользу. И вот вы пытаетесь что-то здесь прояснить. Почему? Здесь нарисован сам по себе обряд экзорцизма, да, изгнания духов. Вот так и вы будете пытаться избавиться от чего-то ненужного, каких-то ненужных либо неясных факторов. Желание внести ясность именно по этой аркарте, по этому аркану. На негатив недели перевернутая тройка кубков, то есть выход из ситуации любовного треугольника, каких-то переживаний, каких-то сомнений, потому что видите, в последнее время вас захлестнули какие-то разочарования. Посмотрите, вот видите, прям давят на вас водой, затопило вас. И вот теперь, например, все, ситуация отпустила, все устаканилось, эмоции пришли в порядок, переживаний больше нет, все хорошо, все замечательно. Кстати, вот еще такой момент, понятно, что это не относится здесь, но кто-то мог, например, приболеть. И вот теперь пошла сама по себе ситуация исцеления. Все хорошо, у вас все устаканилось. И в плане совета ситуация башни, ситуация крушения. Вы слишком себя накручиваете, слишком умнительны, и тем самым сами себя разрушаете, занимаетесь саморазрушением. Давайте дотяну вам карту, что же здесь конкретно. так, так как карта не перевернулась, я не буду тянуть ее как док, а вот здесь дотянулась. Так, а что-то вы знаете, вы здесь боитесь, именно каких-то конкретных финансовых потерь, либо неоправданных потерь, либо у вас какие-то переживания связанные с финансами. Почему? Почему, почему? Потому что здесь перевернутое колесо фортуны, это, как знаете, либо заработок не оправдывает, либо вы уже здесь как-то на что-то изрядно потратились, возможно, на лечение. И теперь вас сама по себе ситуация угнетает. Но ничего страшного, все стабилизируется, перевернутое колесо фортуны все равно говорит, что за любую черную полосу тоже идет белое. Потому что все циклично, колесо-то вращается. Так, дальше, козерожки наши, что же у вас здесь? Позитив недели, негатив недели и совет от карт. На позитив недели. Карта опыта, знаний, обучения, повышение квалификации, самостоятельного обучения, то есть изучение чего-либо, да, вы погружаетесь. Здесь ситуация, знаете, как подсчетов, свести дебет с кредитом, сопоставить доходы и расходы, сделать какие-то правильные выводы. Что же касается негатива, карта мир. Ну, окончание какой-то либо ситуации, которая вас тревожит, возможно, связанная с этим обучением, либо связанная вообще переживание в плане поступления, еще такое может быть. Но вы понимаете, что это неизбежно для вас, и на данный момент, например, необходимо. Здесь могут у кого-то быть переживания, связанные с переездом еще, перемещением, ну, допустим, новое жилье, новая аренда и плата за это, будете из-за этого нервничать. Ну, и в плане совета, перевернутая семерка мечей, будьте хитрее, прощупайте прочь, почву проанализируйте ситуацию. То есть, вот то, что вас тяготит, попытайтесь, знаете, как просчитать на несколько шагов вперед. Так, давайте сюда тоже дотяну. Так, потому что вот у вас ситуация застой, ситуация каких-то переживаний. Для кого-то это может быть связано с переживаниями, знаете, как придут коллектора, будут требовать оплату, да, либо в том, что придется, вот подходит какой-то период к расчету, придется платить там какие-то долги, то есть аренда, либо коммунальная, неважно, то есть какие-то связанные переживания, что вот подходят сроки, нужно что-то погашать, а пока, например, нет возможности. Но это не критично, все равно вы справитесь. Козероги-то бойцы. Так, давайте смотреть, как тут наши водолеи. Итак, на позитив недели, негатив недели и совет на карте. На позитив недели. У вас жизнь полная чаша, может быть и самодостаточное одиночество, но которое вам в кайф. То есть работа в радость, жизнь и радость, в отношении в радость, все в радость. Для кого-то это может быть карта отдыха, либо отпуска. У кого-то здесь может быть какое-то семейное торжество, либо какой-то праздник, когда вы знаете, ну какая-то вот пирушка, какое-то застолье. В целом карта отдыха, хорошего, отличного самочувствия, благоприятных перемен. В плане негатива карта солнца. Ну это знаете, как затянувшийся отпуск, либо то, что вам не хочется возвращаться из отпуска, а нужно, потому что карта солнца, это карта, вот знаете, когда вот жизнь в радость. А понимаете, что видимо подходит этап возвращения на работу, каким-то обязанностям, и вас это отягощает. Ну и в плане совета, у вас здесь падает семерка жезлов, отстаивание своих прав, своих возможностей, то есть, как говорится, карты, ну отдохнули, пора и поработать, пора возвращаться к своим обязанностям и решать какие-то текущие дела. Так, давайте теперь смотреть рыбок, завершающую в нашем цикле. Итак, рыбки. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. На позитив недели. Рыцарь мечей, либо мужчина здесь, воздушная стихия, водолей, близнецы, либо весы, и может быть ситуация возвращения, да, либо каким-то образом что-то будет с ним связано. Давайте посмотрю, что же здесь у вас конкретно. Это знаете, как ситуация, вот у меня это падает, называется возвращение бывшего. Если, например, это касается работы, может вас могут позвать на бывшую работу, либо какое-то возобновление прошлых связей, там встреча старого друга, старого знакомого. На негатив недели здесь падает королева мечей, но то, что вы сами каким-то образом, вот, либо у вас чувство обиды, если касается отношений, и ситуация, знаете, как вы в коконе, ситуация стагнации, потому что вот такая вот царевна неспияная, очень, очень обиженная, и как следствие ситуации отчуждения. Если же с позиции работы, каких-то деловых взаимоотношений, попытки все, вот у вас, знаете, все проанализировать, лишний раз просмотреть, прощупать, а не обманывают, либо меня где-то, да, все ли здесь чисто. То есть, чересчур как бы все до мелочей проверяете. Ну, и на совет перевернуть это возмещение. Вот вам ситуация внесения ясности. То есть, вы провясните все то, что для вас было непонятно, все то, что вас тяготило, либо все то, что вас задевало, обижало. Это называется, знаете, как-то высказать все. Рубануть с плеча. Ну, давайте посмотрим, что же здесь. У кого-то это все-таки проиграется в плане личной жизни, когда вот, нагулялся, вернулся, а тут как бы уже и не принимают, неважно, мужчина вы или женщина, да, и тут называется отвести душу сполна, оторваться так и оторваться. Ну, я вам искренне этого желаю, то есть, восполните все свои эмоции, все свои проблемы, пробелы, все то, что вы хотели высказать, как вы хотели отвести душу, пусть вам это будет во благо. Вот такая у нас неделя получается, в этот период. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как оно у вас проиграется или не проиграется. Я вам искренне и признательна за ваши комментарии. Безусловно, не всегда у меня есть возможность все прочесть, либо на все ответить, честно, по причине моей загруженности, но я действительно буду стараться это делать. Еще раз вас благодарю. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.